Лунная дорожка сверкает серебром, Тай-да-ра-да-та-рам-та-ра-та-ра-рам. И снова всем здравствуйте! Приветствую вас на своём канале Жизнь на Юге Англии. Меня зовут Галина. И сегодня, как вы поняли, вероятно, по моей заставке к этому видео, речь у нас пойдёт об отношениях, о встречах. Ну и немного я вам отвечу на наиболее популярные, наиболее часто встречающиеся вопросы. Наверное, так мы сегодня построим нашу передачу. Я вот немного тут вам показываю опять атмосферу английского паба очередного. Вы знаете, это опять же по просьбам моих зрителей, моих зрителей-мужчин, которые у меня на канале тоже присутствуют. И вот один мой зритель, он мне даже написал в одноклассниках в личку, что он очень интересуется морской тематикой. Ему интересны макеты парусников, кораблей. Поэтому он просит вот какие-то такие видео тоже снимать. Ну и я, конечно же, специально для этого человека вот зашла в очередной паб с морской тематикой. И я сегодня продолжу вам рассказ о моих знакомствах с мужчинами, о моих встречах. Ну, во-первых, у меня спрашивают, что там происходит с моим знакомым, которому я ездила в Париж и который потом вернулся в Англию. На самом деле он англичанин. И вот, что у меня с ним происходит, спрашивают многие. Об этом я вам расскажу, конечно же. Очень подробно, наверное, даже кое-что покажу. Также я расскажу ещё о нескольких встречах и не только эти встречи мои. Сегодня у нас будет три коротких рассказа. Вы знаете, о том, как знакомились русскоговорящие женщины в интернете с английскими мужчинами и что из этого получилось. Я немного предысторию вам расскажу, чтобы было понятней. Вы знаете, мне в последнее время, да и вообще уже давно, очень много женщин пишут в личку. Иногда мы даже в WhatsApp созваниваемся. Я таким образом, вы знаете, подружилась с очень многими прекрасными женщинами. И со многими даже мы и на связи постоянно, и даже наше вот такое знакомство переросло в небольшую дружбу. Вот по просьбе одной из моих знакомых женщин я вам расскажу её историю знакомства с англичанином. Вы знаете, она настоятельно просила меня рассказать эту историю вам, поведать, может быть, вкратце как-то. Потому что у этой истории, ну, очень неожиданный конец. Он меня просто, конечно же, шокировал. Я таких историй никогда раньше не встречала и не слышала. Ну и также, конечно же, мы с вами погуляем по побережью нашему красивому морскому. Также мы с вами прогуляемся по городу-миллионеру, городу Бембридж. Миллионеру не по количеству жителей, а по их кошельку. Там живут миллионеры. Ну и, конечно же, мы поговорим о жизни, поговорим об отношениях, о мужчинах и женщинах. Друзья, как обычно, усаживайтесь поудобнее, и мы с вами начнём. Так вот, моя знакомая, давайте назовём её Наташа, она познакомилась с англичанином на сайте знакомств, как обычно это чаще всего и происходит. А он был её немного старше. Он написал подробно всё о себе. На тот момент Наташе было 51 год, и этому мужчине было 66. Ну и, в общем-то, вроде бы разница в возрасте небольшая. Он прислал ей свои фотографии, фотографии своего дома, фотографии своей семьи. У него было там две дочери, по-моему, внуки. В общем, всё было так довольно пристойно. Очень интересно он ей писал, как она говорит. Они стали переписываться долго. И потом он попросил у неё номер мобильного телефона. Они обменялись телефонами. Он ей звонил, разговаривали неспешно. У неё английский не очень хороший, как она говорит. Но всё-таки они друг друга понимали. Он ей рассказал, что он живёт в одном из таких домов с соломенной крышей коттеджи. Прислал ей свои фотографии этого дома со всех сторон. Вот он выглядел сказочно, как вот этот вот домик. Вы же знаете, как эти коттеджи удивляют и восхищают людей, которые их никогда раньше не видели. Ну и, конечно же, Наташа была очень удивлена. Он рассказал ей, что в этом доме у них живёт старинное привидение, которое они назвали Луиза. И вот этот Луиза иногда ходит по дому, скрипит половицами. Ну, в общем, вы знаете, беседы были у них такие задушевные. Конечно же, наша Наташа очень увлеклась этим мужчиной. Он ей рассказывал, что он в настоящий момент работает. И сказал, что не удивляйся, если я иногда, наверное, раз в месяц, может быть, два раза в месяц, когда как, буду исчезать. Ты меня не теряй, пожалуйста. Я потом к тебе обратно точно так же возвращаюсь на связь. Как рассказывает Наташа, она, в общем-то, немного даже как-то стеснялась спросить, а что, почему нельзя позвонить, допустим, оттуда. Ну, может быть, он занят, конечно же, всё понятно. И вот таким вот образом их общение, оно всё продолжалось и продолжалось. Наташа уже настолько привыкла к этим звонкам его, к их постоянным разговорам, что она своего существования просто без него не представляла. И как-то он предложил, что давай мы с тобой, наверное, встретимся. Я хочу тебя пригласить к себе в этот красивый дом. Я помогу тебе с визой. Но прежде всего мы должны, конечно, получше узнать друг друга. Поэтому мы не будем торопиться. И Наташа соглашалась со всем этим. Они, по-моему, знали друг друга больше полугода. Вот таким вот образом переписывались. Как говорит Наташа, он даже несколько раз ей присылал переводы. Не очень много, по-моему, по 50 фунтов стерлингов. Но всё время говорил, что купи себе какой-нибудь подарок, купи себе букет цветов, порадуй себя. И вот так вот продолжалась их такая переписка, виртуальное знакомство. И он действительно время от времени, практически ежемесячно пропадал на 3-5 дней, иногда даже больше. Но потом опять возвращался, и всё продолжалось, как обычно. И вот однажды, как рассказывает Наташа, он в очередной раз пропал. Уехал в командировку, и его нет. Его нет неделю, его нет вторую. Наташа стала беспокоиться. Она стала писать ему на e-mail. Она стала звонить. Ни ответа, ни привета. Она опять пишет, она опять звонит. Она, в общем, ничего не понимает, в недоумении, в полном шоке. Наташа продолжает звонить. И вот однажды вдруг, по-моему, на третий день, как она сказала, трубку снимает и отвечает какая-то женщина. Наташа стала спрашивать, что ей нужен Роберт, как звали этого мужчину, что вот она представилась. Я его знакомая, мы с ним общались. И эта женщина ей отвечает. Вы знаете, к сожалению, Роберт скончался вот три дня назад. Мы сейчас разбираем его вещи. Я случайно услышала здесь в тумбочке у него прикроватный звонок телефонный. И поэтому я вижу, что нужно ответить. Наташа обалдела от такой новости, как она говорит, что у меня земля ушла из-под ног. Я стала расспрашивать, что случилось, от чего он скончался. Он как бы уехал в командировку неделю назад. Я ничего не понимаю. Он не выходит на связь. Ну и эта женщина говорит. Вы знаете, вообще-то это хоспис. И Роберт лежал здесь в хосписе уже давно. У него последняя стадия рака. Он лежачий, больной. Уже никуда не передвигался. К сожалению, он одинокий. У него никого нет. Поэтому мы обычно оповещаем родственников. А здесь даже и оповещать-то было некого. И дальше эта женщина говорит, что она медсестра. Она давно уже наблюдает за Робертом. Она ухаживает за ним здесь в хосписе. Также к нему приходят волонтеры. И последнее время, она говорит, я видела, что он с кем-то долго по телефону разговаривает между своими химиотерапиями, которые так вот у него как раз и происходили в то время, когда он исчезал раз или два в месяц. Он чувствовал себя после них очень слабым. Конечно, ему было не до разговоров. Но и то, что говорит вот это вот его новое знакомство, знакомство с вами, оно очень положительно на него повлияло. И женщина эта очень удивилась, когда Наташа ей сказала, что она абсолютно не знала, что этот человек болен и что он находится уже в хосписе при смерти. Вот такая вот история случилась. Как сказала мне Наташа, что она была разбита абсолютно после этой истории. Она говорит, я не находила себе места, я не знала, как на это реагировать. Этот человек очень долго не шел у меня из головы, я не могла понять, почему он мне не сказал всего честно, почему он так со мной поступил. Вот как-то говорит, что я даже не знаю, как реагировать, что мне теперь с этим делать. Мне было просто очень-очень тяжело. И вот эта история отложилась у нее до настоящего момента. Хотя она говорит, что прошло уже, наверное, лет 10 после того, как случилось с ней это. И когда Наташа мне рассказывала эту историю, знаете, она даже заплакала. Она сказала, что вот, наверное, теперь ты понимаешь, почему я хочу, чтобы ты рассказала женщинам, своим зрительницам, что вот происходят и такие вещи. Что она такого, конечно, никогда не ожидала. И она говорит, что у нее просто весь мир перевернулся. Она говорит, что я теперь уже больше, я не верю ни одному мужчине по скайпу, по сайту, по телефону. Я больше не хочу ни с кем разговаривать, общаться и знакомиться. Она говорит, он просто вот умер, и он с собой унес все мои мечты о каком-то моем новом знакомстве и о какой-то моей, может быть, будущей жизни с кем-то. Ну и вот Наташа попросила на ваш суд, на суд моих зрителей вынести эту историю, чтобы, может быть, женщины сделали вывод и поняли, что не нужно так вот сразу сильно доверять, что не нужно сразу вот так вот влюбляться виртуально, верить всему, что вам говорят. И Наташа говорит, у меня, я не могу сказать, что у меня вообще какие-то чувства остались к этому мужчине, у меня только недоумение. Я не понимаю, почему до сих пор так происходит, что я его забыть не могу, что он мне так сломал все мои мечты. Ну вот я как смогла вам эту историю рассказала. Мне, конечно, было немного сложно рассказывать, потому что эта история не моя, как вы понимаете. Я ее с чужих слов пересказываю. Но я думаю, что суть ситуации, которая произошла с Наташей, вы все поняли. И знаете еще что? Я вот как-то тут даже не хочу свои тоже какие-то делать выводы. Я хочу с вами просто поделиться этой историей на будущее. Она, наверное, такая вот, знаете, поучительная очень. Я много раз слышала, что бывает, там на сайтах знакомств пишут люди, которые отбывают срок в тюрьме. И тоже им там особенно делать нечего. У них есть доступ в интернет. И такие случаи бывают и довольно часто. Но это, наверное, все-таки история немного другая. И она, может быть, чем-то похожа, но все-таки выделяется из этих остальных историй. Да, вот, друзья, вы знаете, я же вам сказала в начале видео, что я вам еще несколько историй расскажу. И они у меня действительно готовы. И я готова была вам их рассказать. Но сейчас я что-то подумала. Как-то после этой истории она какая-то получилась печальная. И мне не хочется рассказывать другие, потому что они абсолютно уже о других знакомствах. Более интересных, более положительных, более оптимистичных. Поэтому давайте так мы с вами сделаем. Я сейчас вам еще немножко за жизнь расскажу. И про англичан расскажу, покажу кое-что. Ну, а уже остальное в моем следующем видео. Еще об одной особенности англичан хочу вам рассказать. Вот видите, такое огромное дерево яблони. Яблок здесь, как вы видите, очень много поспело, видите, вот. Урожай шикарный. Так вот, англичане яблоки никогда не собирают. Вот это дерево, все усеяное яблоками, видите. И вот здесь внизу, если мы посмотрим, вот некоторые паданные такие. В общем, они будут постепенно-постепенно все падать вниз, гнить. Их будут есть слизняки, но сами англичане их собирать не будут. Вот это, конечно, странная очень для меня история. Они покупают только в супермаркетах. Такую я красивую нашла. Ой, как вам показать, у нее цвет такой необычный. Вот видите, какой цвет. Очень красивый. Она, конечно, немножко подсохла, надо ее намочить. Это очередная ламинария. Я показываю, потому что, знаете, не все живут у моря, а тем более у океана. Мало кто даже и видел такое, как это все растет. Вы знаете, так вот и стояла бы, и любовалась. А ведь у нас уже почти темно. Но хотя сейчас еще только 5 часов вечера. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Не забудьте, пожалуйста, написать, что вы думаете по поводу рассказа Наташи. А на этом я со всеми не обращаюсь, друзья. И я желаю вам всем добра и мира. Берегите себя в это трудное время. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok